здравствуйте вы смотрите market watch студии дмитрий кучер и так в сегодняшнем выпуске общее укрепление фунта рост нефтяных котировок bitcoin устанавливает новый рекорд мы закончим отчетом по рынку труда в сша и так в четверг мы и наблюдали общее укрепление британской валюты на фоне успеха вакцинации в туманном альбионе напомню что великобритания лидирует с большим отрывом по количеству вакцинированного населения среди всех европейских стран как следствие вероятность существенного снижения карантинных ограничений и последующего увеличения темпа восстановления британской экономики растет также банки англии достаточно оптимистично смотрят на перспективу восстановления экономики что способствовало укреплению фунта в паре с большинством валют так валютная пара евро фунт обновила минимумы с марта 2020 года в то время как пара фунт йена приблизилась к декабрьскому максимуму 19 при этом риск развития коррекционного ослабления британской валюты остается повышенным смещаясь на американскую торговой сессии отмечу ухудшение погодных условий в сша тем сам ограничивая добычу черного золота также и в россии есть некоторые трудности с транспортировкой нефти из-за аномально холодной погоны но несмотря на все это активность покупателей на рынке нефти заметно снизилась что во многом может быть обусловлено фиксации прибыли по ранее открытым длинным позиций но трейдером торгующим нефтью важно учитывать это что стремительный рост нефтяных котировок значительно снижает необходимость столь жесткого ограничения в добыче и реализации нефти опек и и союзниками что также может привести к среднесрочному снижению нефтяных котировок от достигнутых 13 месячных максимум поэтому активные покупки по рынку становятся более рискованным но теперь на время сместимся на рынок криптовалют bitcoin практически каждый день на текущей неделе обновлял максимум и как следствие преодолел невероятную отметку в 50 тысяч долларов причиной стремительного роста остается массовый интерес к данному активу среди институциональных инвесторов в управлении которых портфели на триллионы долларов при этом не следует забывать о высокой волатильности актива и как следствие о риске развития глубоких коррекционных снижений завершение отмечу опубликованный отчет по изменению количества первичных и повторных обращений за пособием по безработице в сша фактические данные оказались хуже предыдущих и прогнозируемых значений тем самым указывая на перспективу более медленного восстановления американской экономики а следовательно и на крайне низкую вероятность перехода федрезерва к более жесткой монетарной политике в ближайшие несколько кварталов на этом у меня все внимательно следите за новостным фоном и будьте готовы ко всем сюрпризам рынка